Всех приветствую! Сегодня мы поговорим о материалах для пломбирования корневых каналов. Я не думаю, что видео будет длинным, но надеюсь, что оно будет достаточно интересным. Как обычно, я предлагаю начать с классификации, потому что, зная ее, мы систематизируем свои знания. Материалы для пломбирования корневых каналов делятся на пластичные и твердые. В свою очередь, твердые делятся на металлические штифты и неметаллические штифты. На картинке мы видим металлические штифты. Они отличаются друг от друга по размеру. И следует запомнить, что эти штифты изготавливают из золота, серебра, латуни, а также различных медицинских сплавов. Следующая группа, которую мы рассмотрим, это неметаллические штифты. К ним относятся гуттаперчевые и стекловолоконные. Стекловолоконные штифты – это достаточно гипоаллергенный материал. То есть, если на металлические штифты могут быть аллергические реакции, то на стекловолоконные, как правило, ее нет. А также стекловолоконные штифты, по некоторым исследованиям, достаточно приближены по упругости к дентину. И, конечно, самый популярный материал для постоянного пломбирования корневых каналов – это гуттаперча. Гуттаперча – это вообще растительный продукт, который добывают из млечных деревьев, которые растут в Индонезии и Латинской Америке. В зависимости от того, какой метод пломбирования мы используем, будет отличаться внешний вид гуттаперчи. Если мы работаем с помощью холодного пломбирования, латеральной конденсации, то картина будет следующая. У нас есть зуб, который обтурирован гуттаперчей. И есть излишки. Их убирают двумя способами. Первый способ – это когда нагревают гладилку с помощью зажигалки и срезают остатки. И второй способом более удобный – это когда используют вот такой вот гуттокат. Если же мы используем метод горячего пломбирования, то есть вертикальной конденсации, то мы будем использовать термофилы. Как вы видите, гуттаперча здесь немножко в другом виде. Она нагревается непосредственно вот в такой вот печке. И потом с помощью вертикальной конденсации вносится в корневой канал и тем самым обтурируя его. И последнее в нашей классификации – это пластичные материалы для пломбирования корневых каналов. Они бывают нетвердеющие и твердеющие. Нетвердеющие затвердевают в течение 72 часов. Они бывают в виде порошка и жидкости, а также в виде паст. Твердеющие – это цементы. Пластичные материалы, как правило, применяются для временного пломбирования корневых каналов. Но есть исключения в виде резорцинформалиновой пастой. Постоянное пломбирование резорцинформалиновой пастой было достаточно распространено в нашей стране. Но со временем зубы, которые были пролечены данным методом, они окрашивались в такой красноватый цвет и начинали терять свою прочность. То есть, по сути, они превращались в такую мумию. Если вам когда-нибудь доведется удалять резорцинформалиновый зуб, то вы увидите то, что, в принципе, они крошатся, как стекло. Пластичных материалов для временного пломбирования достаточно много, и всех их рассматривать я не вижу большого смысла. Но главное – это то, что они должны выполнять три функции – противомикробную, противовоспалительную и оказывать антисептическое действие. Например, у нас есть цинкоксид и эвгенольная паста в составе эвгенол, а эвгенол – это природный антисептик. То есть, мы понимаем, что он будет оказывать антисептическое действие. Эндометазон. В составе есть дексаметазон, это глюкокортикостероид. Он оказывает противовоспалительное действие. Ну и под конец – это резорцинформалиновая паста, о которой мы говорили. Слава богу, уже никто этим методом не пользуется. Сейчас мы введем два понятия – филлеры и силлеры. И филлеры – это твердые наполнители. В роли филлера может выступать гуттаперча, стекловолоконный штифт, металлический штифт. А силлер – это жидкий наполнитель, который заполняет просвет между стенкой корневого канала и филлером. То есть, заполняет просвет между, например, гуттаперчей и каналом. Для закрепления, что такое филлер и силлер, мы рассмотрим одну клиническую ситуацию. У нас два зуба – 3,6 и 3,7. Они нас интересуют. В зубе 3,7 мы видим, как выглядит на прицельном снимке выход филлера за верхушку корня. В роли филлера у нас тут гуттаперча. А в зубе 3,6 мы видим, как за верхушку корня у нас выходит силлер. То есть, он такой жидкий. В ситуациях, когда гуттаперча выходит за пекальное отверстие, у врача-стоматолога есть несколько способов решения данной проблемы. Когда врач-стоматолог уверен, что корневой канал достаточно хорошо обработан инструментально, антисептически, то есть, корневой канал стерилен, и дальнейшее выведение гуттаперча за верхушку не сопровождается выведением инфекции в перипекальной ткани, то есть, вот сюда. Если он уверен, что там все стерильно, он может, так скажем, смотреть в динамике, как будут изменяться перипекальные ткани. Второй путь. Это повторное додонтическое лечение, но оно также может не увенчаться успехом. Третий путь. Это микрохирургическая операция, то есть, резекция верхушки корня. И четвертый путь. Это удаление в связи с обширными перипекальными изменениями, которые организм не может компенсировать за счет своей реактивности. То есть, в этой области у нас происходит война между инфекцией, макрофагами и лимфоцитами, после которой остается выжженная земля, и, конечно, приходится этот зуб удалять. На самом деле, путей решения достаточно много, и для грамотного лечения необходимо не только опираться на КТ прицельной снимке, а также хорошо собирать анамнез, знать, какие есть сопутствующие заболевания у пациента. Может, какие-то у него есть производственные факторы, которые также могут влиять на состояние полости рта. На сегодня у нас все. Всем спасибо большое за вашу поддержку, кто подписывается на канал. Надеюсь, информация интересная. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях. Увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok